ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но Господь Бог действует среди нас. И это было прекрасно. Знаете, завтрашнего дня мы хотим проводить с братьями и сестрами пост. И сейчас многие мучаются из-за коронавируса и не могут собираться вместе, поэтому дома мы будем поститься. Конечно, если тяжело, можно не поститься. Но размышляя о смерти Иисуса Христа, мы хотим перед Господом Богом молиться. Знаете, в те годы же, когда я служил в Акук-Тонге, я постился не потому, что хотел поститься, а потому, что не было пищи. Часто бывало, что мне было тяжело. С точки зрения этого мира, у меня не было ничего привлекательного, у меня не было ничего хорошего. Однако же, Господь Бог через такого человека, как я, Он начал спасать людей, которые начали получать прощение грехов. Также, когда я видел, как эти люди меняются через Иисуса Христа, я сам чувствовал огромное счастье, огромную благодарность. Когда я служил в городе Тэгу, в районе Падон, я, конечно, часто об этом свидетельствую. Однажды, в Тэджоне, когда я служил, мне написали письмо и сказали, пастор, знаете, вот из города Тэджон, некоторые сестры поехали в монетный двор, в район, где вы находитесь, пожалуйста, передайте им Евангелие. И этот человек пришел к нам, в район Падон, и она получила прощение грехов. Затем монетный двор находился при университете Йонг-Нам. И каждый четверг по вечерам я ездил в университет Йонг-Нам, чтобы общаться с сестрами, которые работают в монетном дворе. И в тот момент перенесли одно здание, которое находилось при управлении правительства, и в этом здании мы проводили изучение Библии. Сестры, которые работают в монетном дворе, они после работы выходят из здания, и мы общались. Интересно, я был так счастлив, что могу с ними общаться. До сих пор, когда я вспоминаю то время, когда мы изучались вместе с сестрами Библию, «Кажется, что это снится мне». С сестрой, может, их стало 10, стало их 20, потом 30. Каждый четверг, знаете, они приходили для того, чтобы общаться. И были времена, когда у меня не было денег, были времена, когда мне было тяжело. После того, как мы с сестрами пообщаемся, по-моему, где-то полодиннадцатого вечера я начинаю возвращаться домой. Это последний транспорт, который ведет до нашего дома. И ты доезжаешь до центра Тэгу, потом пересаживаешься на другой автобус, и когда приезжаешь домой, тогда получается 2 часа ночи. И представляете, в университете Йонг-нам, когда ты идешь, ночью на небе сеют звезды. Проходишь по полю, где растет акация. И я был так счастлив, что могу так идти. Я про себя думаю. Вот Оки сегодня получила спасение. В следующий раз Су Йонг уверует. Каждую неделю 2 человека, 3 человека. Потом их стало 30, их стало 40 человек. И я не могу забыть то время, которое я проводил. На небе сеют звезды. И радость, которую нигде в этом мире невозможно почувствовать. Благодарность, которую мы нигде не можем почувствовать. Счастье, которое мы не можем нигде почувствовать. Когда ты едешь в автобусе, знаете, кажется, что ты находишься в машине, загруженной полностью дымом, потому что все курят. И когда я выхожу с автобусом, мне нужно выдохнуть свой пиджак. Когда я возвращаюсь домой, моя супруга, она сидит у двери и, держа мою дочь, она ждет, ждала меня и уснула. И смотря на нее, я про себя думаю. Интересно, она знает эту радость? Интересно, она знает это счастье? Если смотреть с точки зрения этого мира, у меня не было ничего хорошего в то время. Я думаю, в городе Тейгу самыми бедными были мы. Однако, огромная радость, которую нигде в этом мире невозможно приобрести, то счастье, которое этот мир не может дать, оно было для нас большим и великим. Однако, иногда я про себя спрашиваю, Господь, почему Ты в то время допустил, что мы были настолько бедными? Почему так часто у нас заканчивался риск, Господи? Знаете, я чувствовал такую вину перед моей супругой. Мне казалось, что так нехорошо. Что я сделал для нее? Моя супруга, она была здоровой, крепкой, но с возрастом она уже постарилась, ослабела. И я давнего времени говорю о том, что, дорогая, ты должна заниматься спортом. Но все-таки у женщин не так просто это получается. Я сейчас, после обеда, обязательно хотя бы час, да, играю в мяч. И когда я, вот, по-моему, начал 10 дней назад заниматься спортом, моя супруга говорит, что, вот, да, ты загорел. Я говорю, какая разница, если я немножко загорел? Я очень счастлив, я очень здоров. И сила есть у меня. Почему, Господь Бог? Ты же ведь мог дать пищу. Почему же ты так сделал, что у нас не было пищи? Я спрашиваю у Господа Бога. Однако, да, сейчас мы ведь не голодаем. Я был счастлив. Сегодня мы прочитали Диане 8 главу. Об этом я очень часто проповедую. Филипп. Да, в Иерусалиме собрались апостолы. И после того, как воскрес Иисус Христос и вознесся, они передавали Евангелие в Иерусалиме. И Евангелие заполнило весь Иерусалим. Петр передавал слово и в день три тысячи человек, пять тысяч человек получили спасение. В то время в Иерусалиме в городе, может быть, проживало где-то сто тысяч, двести тысяч. Я точно не знаю, сколько было людей, но интересно, многие люди начали получать прощение грехов. Затем Дух Святой начал сильно действовать. Когда действует Дух Святой, всегда есть искушение дьявола, есть всегда гонение. И Филипп, один из дьяконов, когда все разбежались из Иерусалима, кроме апостолов, чтобы избежать гонения, Филипп путешествовал. И куда он дошел? Он дошел в Самарию. Здесь в Библии рассказывается об этом. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужей благовейные и сделали великий плащ по нем. А Саввел терзал церковь, входя в домы и в лече, мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем, рассеявшись, ходили и благословивали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Филипп пришел в Самарию и начал передавать это Евангелие, поскольку в Иерусалиме было сильное гонение. Поэтому Филипп шел и оказался в Самарии. И он про себя подумал, я в Самарии? О чем подумал Филипп? Иисус Христос когда воскрес и перед тем, как вознесись последнее, что он сказал ученикам, это было то, что когда на вас сойдет Дух Святой, вы примите силу и будьте мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. А, ведь Иисус говорил о Самарии, и я сейчас нахожусь в Самарии. Смотрите, с одной стороны, да, Саул устраивал гонения и есть гонения, но с другой стороны, если мы смотрим, Иисус Христос сказал, что когда на вас идет Дух Святой, вы будете свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, и сейчас он оказался в Самарии. Смотрите, как говорит Иисус, вы будете свидетелями где? В Иудее и Самарии. И он хотел передать Евангелие. Да, среди того времени, когда было гонение, наше сердце хочет стоять на месте, не хочет двигаться. Чуть-чуть он не знал, как ему поступить правильно. однако, а если я буду здесь передавать Евангелие, будут гонения, как мне быть? Если я погибну, что мне делать? Да, если я буду страдать, как мне быть? С одной стороны, есть страх, есть переживание, но, да, ведь Господь Бог сказал о том, что вы будете свидетелями мне до края земли. Тогда, если я оказался в Самарии, я должен передавать Евангелие. У него стало такое сердце. И когда он начал передавать Евангелие, да, сейчас Саул, он сажал многих людей в темницу, но в то же время происходит удивительное деяние. Если вы посмотрите, здесь слово, здесь есть такое слово. Многие злые бесы начали покидать и расслабленные, и хромые начали исцеляться. И была радость великая в городе. Когда мы хотим вести духовную жизнь, Господь Бог, когда хочет через нас действовать, Сатана всегда дает нам испытания, дает нам трудности. Поэтому мы останавливаемся в распространении Евангелия. Вот что делает дьявол. Но именно в этот момент, когда дьявол нам дает бремя, когда нам кажется, что нам тяжело и трудно, с другой стороны, Господь Бог через Духа Святого начинает вести нас. Филипп, когда услышал о том, что сажают братья и сестер в темницу, когда он передавал Евангелие, он думает, а вдруг меня тоже поймают, как мне быть, мне нужно быть осторожным. Если бы у него были бы такие мысли, он бы не смог распространять Евангелие. однако теперь глаза людей веры да, передо мной есть гонения, передо мной есть испытания, однако же не только есть трудности и гонения, но тот Господь, который во мне, он намного больше. Другими словами, он дает силу, чтобы я мог победить. Да, когда к нам приходят какие-то испытания и гонения, если наше сердце будет смотреть на Господа Бога, тогда гонения, испытаний, чем трудностей, радости будет больше, и тогда это будет не страшно для нас. И наоборот, даже если нам трудно, мы переживаем, а что если мне будет трудно, и если мы не будем передавать Евангелие, тогда духовной жизни нам будет очень сложно. Библия нам именно вот так вот показывает. Особенно, если вы посмотрите книгу Исфирь, то же самое рассказывается в книге Исфирь. есть страна Артексеркса и Остень отказалась повиноваться слову царя и ее лишили вместо царицы. И тогда Исфирь стала царицей. однако в этот момент Аман хотел убить всех иудеев и поэтому он получил разрешение от царя и царь дал перстень свой и сказал хорошо, делай все, что тебе кажется правильным. И было решено, что 13-й день 12-го месяца всех иудеев должны убить и что можно отобрать у них все их имение. Вышел такой приказ во всех странах, во всех регионах царства Артексеркса и там был поставлен печать царский. Иудеи сейчас все должны погибнуть. Однако Мардахей говорит царица Эсфирь. Мардахей это двоюродный брат царицы. Однако Эсфирь с детства получала воспитание от Мардахея. Так она стала царицею. иудеи должны погибнуть в 12 месяц 13 дня. И сейчас Мардахей посылает человека и что говорит? Вот ты пойди к царю и попроси жизнь иудеев. Вот о чем сейчас говорит Мардахей. И когда Мардахей сказал об этом, что говорит Эсфирь? Да, во внутренний двор царский если кто-то придет без приглашения царя, то не важно кто он, суть один смерть. И только тот, которому царь прострет золотой скипетр останется жив. А остальные все должны будут погибнуть. Я же не сводна к царю уже 30 дней говорит царица. Как же я могу пойти во внутренний двор царя? Ведь царь меня не позвал. Я могу погибнуть. Эсфирь сейчас да, она хочет пойти к царю и просить за жизнь иудеев, но она понимает, что если я пойду, я погибну. Если царь меня не позовет, я должна погибнуть. И поэтому Эсфирь говорит эти слова. Однако, что интересно, что говорит Мартахей? Да, не думай, что ты одна спасешься в доме царском и всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Знаете, Филип, когда хотел передавать Евангелие в Самарии, были трудности. Когда Эсфирь хотела спасти иудеев, для этого ей нужно было стать перед царем, это тоже было для ее большим бременем, потому что если царь не пригласил, тогда если она пойдет без приглашения, она может погибнуть, и она сможет остаться живой, только если царь простер золотой скипетр. И да, царица, она понимает, что хорошо пойти к царю, чтобы спасти народ свой, однако то слово, которое говорит Мордехе, это удивительное слово. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Эти слова, они очень ясно выражают. Знаете, когда мы занимаемся делами Господа Бога, это для нас большое благословение. И каждый раз сатана дает нам трудности, дает нам гонения, и нам кажется, что у нас не получится, кажется, что мы будем страдать и мучаться, дает нам страх. Поэтому, когда мы пристаем перед Господом Богом, да, нужно просить за жизнь иудеев, иначе Аман убьет всех. И свирь же, понимая, что если пойдет к царю, она может погибнуть, и поэтому она не хочет пойти, потому что она думает, что в доме царском она останется живой, поэтому ей не хотелось идти к царю. однако, что говорит Мардахей? Если промолчишь ты в это время, то спасение и избавление для людей придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. и кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Это удивительное слово. Однако, когда мы читаем Библию, знаете, всегда, когда есть деяние Господа Бога, оно обременяет нас, и нам кажется, что нам будет тяжело. Есть еще одно слово из Библии, когда израильтяне в 14 главе книги числа они вошли в Хананскую землю и 12 саглядатых пошли, чтобы осмотреть Хананскую землю и там текло молоко и мед. Они взяли виноградную ветвь с одной кистью ягод, и оно было настолько большим, что понесли ее на шести двое, и плоды были в той земле действительно очень хорошими. Всегда, когда мы ходим в Хананскую землю, которую Бог дает в качестве благословения, оно настолько хорошее, всегда, когда мы делаем дело Божие, есть опасность. Однако, из-за этой опасности есть люди, которые не могут пойти вперед, и они, скорее всего, погибнут. Знаете, 10 саглядатых они пошли в Хананскую землю и в Хананской земле они действительно увидели, что там течет молоко и мед, и что там действительно очень хорошо будет жить. Так прекрасное, хорошее место, где течет молоко и мед, но там жили сыны Енаковы из Полины. 12 саглядатов ходили осмотреть Хананскую землю, и что произошло? 10 саглядатых они говорят, что мы не должны туда идти, потому что там есть сыны Енаковы из Полины, и в их глазах мы как сарача, мы погибнем. Есть человеческие переживания, из-за человеческого страха они не могут пойти. Однако Иисус Навин и Халев Иисус Навин и Халев что же они сказали? Нет, эту землю ведь Господь Бог дает нам, значит они нам на седение, Бог обязательно нам поможет. однако двое сказали, что нет, мы сможем их приобрести и они с дерзновением могли говорить и говорили, что мы не должны препятствовать слову и в конце концов все 10 человек они погибли и только двое смогли войти в Хананскую землю и получить большое благословение поэтому у нас есть путь получить большое благословение войти в Хананскую землю и тогда, когда Господь Бог удивительно действует сатана всегда дает нам мысли что у нас не получится сатана делает чтобы мы стояли на месте и не могли идти вперед но люди веры Иисус Навин и Халев они говорили веру о том что они будут нам на седение что мы сможем одержать победу давайте пойдем поэтому Господь Бог оставил живых Иисус Навин и Халев чтобы они смогли войти в Хананскую землю остальные десять они все погибли они получили страшный результат именно поэтому и сейчас когда происходит удивительное деяние Евангелия дьявол всегда делает чтобы мы стояли на месте чтобы мы не могли идти вперед и мы на потом оставляем все проходит день проходит месяц и проходит много времени и знаете как-то без ясности в наше сердце проходит время однако тогда когда мы можем получить благословение с одной стороны всегда будет бремя но люди веры они преодолевают это бремя и начинают идти вперед и одерживают победу получают счастье получают радость подобное происходит и сегодня когда мы передаем Евангелие да есть время и как-то хочется не передавать Евангелие хочется как-то спрятаться отойти на второй план но тогда мы не сможем получить благодать Господа Бога знаете когда я служил в Акук Тонге в Чанг Пали или в городе Ким Чон у меня ничего не было однако когда я с дерзновением мог идти вперед и передавать Евангелие Господь Бог дал мне пищу чтобы я мог питаться дал мне средства чтобы я мог передвигаться поэтому Мардахей говорит Эсфири так не думай что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев если ты промолчишь в это время то свобода и избавление придет для иудеев из другого места а ты и дом отца твоего погибнете и кто знает не для такого ли времени ты достигла достоинства царского Господь Бог уже знал о том что Аман хочет убить иудеев и поэтому поставил Эсфир царицею и хотел спасти всех людей но поскольку для Эсфири это большое бремя если она не пойдет к царю тогда все иудеи должны будут погибнуть и Эсфирь тоже должна была бы погибнуть однако Эсфирь она с дерзновением пошла к царю да интересно но в этот момент она сидел царь сидел напротив двери да может царь о чем-то задумался да увидев его удивился интересно кто же открывает дверь если войдет через эти двери ведь погибнут кто это сейчас заходит о почему же заходят а потом смотрят я же не говорил чтобы зашли если зайдут ведь погибнут и поэтому царь посмотрел кто же входит через эти ворота и видит что ничего себе моя любимая царица Эсфирь вошла царь сразу же просер золотой скипетр Эсфирь думает что это все ей снится знаете каждый раз когда смотрю на эту картину я так благодарен вот представляете когда Эсфирь вошла и дверь открывается а царь находится в другом месте например на охоте или есть он на совещании с кем-то или встречает иностранных послов если бы его не было бы на месте тогда Эсфирь должна была бы погибнуть однако Господь Бог знал о том что придет Эсфирь поэтому Бог сделал чтобы царь сидел напротив ворот и когда царь увидел Эсфирь сразу просернул золотой скипетр и через нее все иудеи получили спасение избавление знаете после того как мы получили спасение наш Господь Бог дал нам силу чтобы мы могли распространять это Евангелие однако каждый раз дьявол дает нам сердце которое чувствует бремя и нам кажется что я же плохо передаю Евангелие а вдруг у меня не получится и мы начинаем погружаться в подобные мысли то же самое в Самарии когда пришел Филипп о мне нужно передавать Евангелие я хочу здесь передавать Евангелие ой а ведь Сау устраивать гонение а вдруг мне будет здесь тоже тяжело если здесь я погибну как мне быть да подобные мысли тоже приходили к Филиппу однако будет по которому Господь Бог хочет чтобы мы шли Он не ведет нас к провалу там будет обязательно день радости и мы когда пришли соглядатые да они думают да они посмотрели всю землю течет молоко и мед и очень хорошая земля вроде бы однако там живут сыны Енаковы из Полины и поэтому 10 соглядатых они не хотели пойти в Хананскую землю и все они в конце концов погибли в пустыне Иисус Нави Нихалев же они смогли войти в Хананскую землю и течет молоко и мед и смогли счастливую жизнь это подобно на нашу жизнь в нашей жизни происходит то же самое да дьявол всячески препятствует нам дает нам трудности когда Исфель она входила во дворец вы представляете как она волновалась она тоже постелась вместе со служанкой все иудеи постелись одев царскую одежду украшившись она открывает дверь но интересно царь смотрит прямо в сторону ворот как будто Господь Бог заранее сказал протянул золотой скипетр и спасает Исфель всех иудеев и себя тоже такое удивительное дяйне написано в книге Исфель смотрите 12-х гидатых посмотрите хананскую землю да там есть сыны инаков есть исполины однако для Господа Бога это не проблема мы должны с дерзновением идти вперед однако увидев сынов инаковых в страхе начали пребывать из-за этого страха они отказались пойти в хананскую землю все эти 10 царь гидатых они погибли в пустыне Иисус Навин и Халев они вошли в хананскую землю и получили милость Господа Бога вот что мы можем увидеть дорогие братья и сестры мы тоже должны идти в сторону этого Евангелия мы получили прощение грехов и когда мы живем в Евангелии да путь этот кажется сложным и трудным однако когда мы именем Господа Бога нашего идем и делаем шаг вперед Господь Бог обязательно будет жить и будет действовать это удивительно однако Сатана дает нам страх и когда мы находимся в беспокойстве тогда это драгоценная духовная жизнь которую Бог нам дал мы как эти 10 царь гидатов мы очень позорной жизнью начинаем жить и потом предстанем перед Богом знаете когда Филипп пришел в город Самарию когда Исфирия должна была стать перед царем вы представляете сколько мыслей приходили к ней хотя это драгоценное дело чтобы спасти иудеев в ее сердце есть страх если сердце же будет заполнено страхом она не сможет идти вперед дорогие братья и сестры в этот раз да скорбная неделя Иисус Христос три дня находился во гробе потом воскрес и в нашей церкви братьям и сестрам мы хотим поститься знаете люди конечно в зависимости в какой они ситуации находятся можно целый день поститься можно два дня можно три дня поститься ну сколько веры есть и когда закончится ситуация связанная с коронавирусом чтобы Евангелие могло покрыть всю нашу страну мы будем молиться перед Господом Богом во время Пасхи будет хлебопреломление вы же не сможете все прийти в молитвенный дом из-за коронавируса вы будете дома в тот день мы через видео будем общаться и будем проводить хлебопреломление приготовьте пожалуйста хлеб приготовьте вино и в тот день мы будем с вами это Иисуса Христа который умер на кресте за нас будем принимать хлеб и вино и будем проводить такое богослужение дорогие братья и сестры каждый раз когда мы занимаемся подобными делами у нас есть трудности и проблемы но долгое время я видел как Господь Бог помогает нам и я видел как Бог ведет нас знаете дьявол дает нам страх дает переживания и есть вещи которые обременяют нас и кажется что у нас не получится как израильтяне отказывались войти в Хананскую землю те люди которые отказались они все погибли в пустыне однако Иисус Навин и Халев которые говорили о том что хотят войти в Хананскую землю они смогли получить счастливый жизнь они смогли получить благословение от Господа Бога знаете когда Филипп пришел в Хананскую землю Самарию или когда Исфир должна была спасти иудеев и для этого ей нужно было предстать перед царем или когда нужно было пойти в Хананскую землю или то как я до протяжения нескольких десяток лет живу перед Господом Богом ради Евангелия знаете есть время когда она хочется отступить назад есть страх и переживания в нашем сердце это правда но и напротив Господь Бог всегда живет внутри нас и являет свою славу и многократно раз Он показывал мне это сегодня в церкви города Йоджу там не так много братьев и сестер и из-за этого было непросто им но они заключили соглашение о покупке молитвенного здания четырехэтажное здание и они заключили договор и это здание будет использоваться как молитвенный дом и сейчас один этаж сдается для другой церкви но мы хотим чтобы они освободили это здание и поскольку это четырехэтажное здание мы будем с пользой пользоваться все этажи и за это есть большая благодарность перед Господом Богом дорогие братья и сестры знаете когда мы встречаемся с Господом Богом Бог дает нам сердце которое хочет передавать Евангелие Господь Бог хочет совершить драгоценные дела для спасения многих людей и напротив сатана дает нам бремя дает нам трудности и нам кажется что у нас не получится именно такой страх дает нам дьявол но из-за того что вам страшно если вы не будете участвовать в этом драгоценном деле то как Мардахий сказал не думай что ты от нас спасешься в доме царском если ты промолчишь в это время то свобода и избавление придет для иудеев из другого места а ты и дом отца твоего погибнете и кто знает не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского да совершенно верно Господь Бог когда ставил эсфир царицею он уже знал что Аман попытается убить всех иудеев и для того чтобы спасти иудеев Бог поставил эсфир однако когда она пытается сама себя защитить когда она будет находиться в страхе тогда вы представляете как жалко смотреть на такую эсфирь на протяжении многих лет пока я служил Господу Богу каждый раз когда Господь Бог которого и сила хотел действовать у меня сатна давал мысли о том что у нас не получится что будет страшно однако когда я сталкивался с положением Господь Бог был со мной через СЛФ форум христианских лидеров представляете 230 тысяч служителей на протяжении трех лет они были вместе с нами когда мы в Нью-Йорке проводили первый форум христианских лидеров было так хорошо в этот раз мы хотели провести но перенести дату связи с коронавирусом сейчас и в Корее ситуация с коронавирусом конечно становится лучше и лучше однако из многих стран служители приглашают меня чтобы я передавал Евангелие и когда я думаю о том что могу передавать Евангелие у меня есть огромная благодарность сейчас я уже в возрасте и у меня уже не совсем хорошая память Иисус чувствует себя не так как я чувствовал себя в молодости однако я тоже до сих пор хорошо питаюсь и знаете я был так счастлив за то что Господь Бог дает мне здоровье дорогие братья и сестры это неделя скорбная неделя Иисус Христос пролил кровь за нас и Он умер за нас знаете хотя Иисус Христос Он не умирает снова за нас во время Пасхи мы принимаем хлеб и вино и Иисус Христос пролил кровь за меня и давайте будем помнить Иисуса Христа который умер за меня будем благодарить Его и пускай Он вознесется вознесется не будем жить по нашему желанию а будем жить по руководству Господа Бога Эсфир получила благословение Мардехей получил благословение Иудеи получили благословение и я хочу чтобы вы тоже были задействованы в этом драгоценном деле знаете то что мы передаем Евангелии это прекрасное дело но Сатана до конца будет препятствовать нам и до сих пор мешает разными разными методами когда это Евангелие будет распространяться кажется что нам будет тяжело что будет ждать нас бремя однако не будем бояться давайте с дерзновением пойдем вперед тогда Господь Бог будет помогать нас и благословлять нас и ту любовь которую Господь Бог для нас приготовил давайте мы примем и 10 глядатых говорили о том что мы не смогут войти в Хананскую землю но двое же говорили что смогут войти и когда эти двое вошли в Хананскую землю они смогли получить безграничное благословение да прошло много времени с тех времен однако деяние Господа Бога что тогда что сейчас одинаковое мы верою служим Господа Богу для того чтобы обрадовать Господа Бога да мы трудимся хотя есть страх есть переживание однако посредством этой силы мы сможем получить безграничную милость безграничное благословение дорогие братья и сестры знаете даже если не получается но хотя бы один раз вы попробуйте поститься Иисус Христос который умер за меня его попробуйте поблагодарить если же хорошо получается в среду в четверг и субботу вы четыре дня попробуйте поститься кто хочет еще дольше тот может до воскресенья как вы хотите будем вспоминать нашего Иисуса Христа знаете в воскресенье передаю здесь слово и мы хотим провести хлебопреломление когда будете в собрании вы пожалуйста приготовьте и в режиме онлайн вы просто вместе молитесь вспоминайте Иисуса Христа который провел кровь за нас будем думать о его драгоценной крови будем помнить драгоценного Иисуса Христа который умер за меня чтобы мы стали теми которые больше всего радуют Иисуса Христа давайте мы будем думать об Иисусе а Иисус будет о нас заботиться пока Господь Бог будет за нас кто будет против нас Именно эта благодать, эта милость, я верю, что она умножится в нашей жизни. В 2020 году, во время Пасхи, я желаю, чтобы вы всем сердцем славили Господа Бога и всю славу вознесли Ему. Да, эсфири было обременительно, для саградаток тоже было обременительно пойти в Хананскую землю, но они когда пошли получить большую благодать, то же самое, пока мы живем ради Евангелия, мы сможем получить большое благословение. Я желаю, чтобы вы стали такими людьми и чтобы этим Евангелием ваши сердца были заполнены. Я искренне желаю об этом. Давайте сердцем будем служить Евангелию.